сейчас как слышно а что было у меня постоянно когда на работу захожу телефон пишет звук пишет чтобы если что-то с кем-то и общаюсь у меня записано было одновременно со скайпом звук не работает не работает одновременно со скайпом я знаю ну вот такое дело видишь как у нас славно разговор получился то еще 8 минут можем быть здесь значит когда пойдешь я так подумал очень полезно мне очень надо полезно вы говорите как по мне все идет по мне видишь как я даже когда сидел в камере то я старался нигде не нарушить нигде если в лагерь привезли нужно там эти я и ногу поднимаю долблю эту брусчатку разбивая и нигде ни одного замещания поэтому это все учитывается где-то у бога я перед богом и вот как учат там метла там где-то лежит он видел так вы видите где метла она стоит человек 40 перед ним метлу принести надо уже говорить и надо все 40 человек бросается со всех ног кто первый захватит я бежать он стой никуда тебя не касается это а он который руководит бригадир из зэков оставленный там то есть они видят и знают и кое-что предупреждает вот я сколько разговаривал с баптистами кто сидел ни у кого так не было как у меня да трудно да я один но как расположено начальство заключенное это нельзя сказать пристав дверью открываются стоят охранники по щене два часа слушают приходит политрук в камеру раздевается китель вешает на вешалку один хотя шестую ходку хожу такого даже не слыхал пришел побеседовать поговорить вот как как там первый раз вывели и там из нулевки нет я уже в киска из камеры куда-то и политрук пришел тоже владимир александрович ульяновский а что тебе в руках то я показываю кружку дали он глянул а она шиферили там поджигает одежду рвут и жгут это одежда дрова называется он взял у меня из рук как пульнул она загремела и все другую дадут новую пришли к начальнику тюрьмы полковник соломин александр семенович как ночь прошла ягода ничего но тут какой-то когда тут был я днем то еще там где-то я портянки решил посушить снял с себя их ну ноги то мокрые а тут зашел какой-то офицер капитан как он начал материться да вы что сразу вызвал ну-ка разобраться кто такой а там пришли мне прошло время да это командировочный был какой-то был здесь так просто никак и какие просто там половина оторвана он сразу посвящал кружкой вызвал которая там мы за этим делом смотрит так почему не выдала смотреть надо кто перед тобой а еще не только первый разговор я все это учит у это бог делает это господь там молятся мои сердца всех расположенные вот вывозят когда надо уже в суд в это время но и в нулевку там забивают всех и тут стоят разговаривают тут можно поговорить меня ни с кем нельзя разговаривать и ко мне не подходить специально часовой около меня шага три в сторону и стоит рядом со мной и когда в суде там маленькими критушками солдаты там играют там или что-то она против меня один из них стоит и на меня смотрит все время через решетку вот как они меня охраняли а в зале в зал суда однажды заводили двенадцать краснопогонников народа в коридоре не могут протащить так они меня чуть не разорвали так протащили туда почему бог и в каждом деле так знать не знаю вот я ним я говорю дорогу может слышал женщины кричат уже посадили тронулись самое свирепое это новосибирский конвой уже так слышишь какой он туда-сюда ходит а мы сидим за решеткой но я один на камеру на этот решетку на помещение а там как селедка набитая со мной никого нельзя меня охраняют чтобы кому не сказал они кричат отец ты нам молитвы хоть какие-то спеши я молчу подходит а почему вы им не отвечаете я говорю пункт 6 а инструкции запрещает это делать он видимо не знает но понял что а я разрешаю я говорю но я скажу женщины у меня нет ни бумаги ни ручки здесь чтобы открывать не надо а мы сейчас дадим они дали я начал переписывать уже он откинул эту кормушку чтобы мне удобно было едем дорогой свирепый конвой я говорю в туалет охота сходить по легкому там он сразу меня повел открыл один пошел это бог делает так он меня не видит он видит видимо что-то другое идем обратно женщина вопят отец да скажи ему да ну мы не можем в туалет никого не ведут я ему сказал ему видно что не охота но уважил я груз сделай милость тебе это откликнется потом он женщина начал выводить туалет и так всегда и везде мы свет миру и даже это воспользоваться на работе я говорил вот пришел к его администрацию а там что-то ему надо найти он так посидите минутку я сейчас соседнем кабинете я за ним да посидите я говорю нет я в коридоре подожду как вы меня оставлять можете дамы знакомая знакомая у вас документ потеряется сегодня или завтра вы будете думать кто вспомните меня и будете думать а вот за вас взыскать надо вас вам доверила государственный кабинет а вы не знакомому знакомы я вам а другим то точно так же так он пошел в другом кабинете все рассказала то а то вышла там знакома и говорит вот говорит какое как научил меня а я всегда оставляю я говорю ни на минуту никогда и в любом деле ты должен пройти уже оставить сидел за столом не наклоняйся шторки должны быть закрыты ты то есть везде настороже быть от голубям лезу когда мне сейчас уже будут и на лестнице и представляю я слышал как один через форточку бывший жену застрелил и я здесь также думаю кто-то где-то стреляет я побыстрому раз и голубям то есть все время себе какую-то вот такую игру придумываю так ну что все расходимся во саву божию так вы не против что у нас все выставляется в интернет мы не против ну с богом ладно буду спаси христос там пришла у меня хозяйка вам добрый день я подумал что если выберешь время когда тоже не откладывать за дальний ящик то возьми с собой екатерину оденься так что тебя как новых пассажир покажи там где издалека хотя бы самое главное этих пир железных вот я часто сказал говоришь это работаю как раз мне это время свободно мне нигде не давали работа это только во вневедомственной охране нашего железнодорожного района а этим тоже воспользовался интересно вот везде бог дает такие самые главные которые везде следят это политруйки их расстреливали сразу политруйков как комиссаров а у меня он ну просто не выскажешь какой-то христианин настоящие но не сознавался и он сразу же назначил встречу каждый месяц со всем отделом всем милициям себе все офицеры я веду урок у них каждый месяц это даже вообразить нельзя было они там не хотели как хуже сделать осторожу что контора снабжения все элеваторы хлебоприемные пункты оборудование разное вокруг все это ограда у меня а я там пристроил для себя где две у меня собаки дежурят с собой овчарки большие а там дальше завод гвоздильный и оттуда не идут выходит если на ту сторону идти околожелезной дороге мы же прямо колопатую и через нашу базу а этого не надо делать а склады стоят также на дорогах нам заходит и склады стоят их не видно людей когда они выходят а я уже вижу уже в двери выходят ну как за рука хватать они уже прошли надо захватывать когда он оттуда выходит со своего завода заходит на нашу территорию ожиленно дорога туда к ним заходит но она ясно дело никак и ничего нельзя сделать вот я когда поступил работать я вот когда ночью тут заперто тут понятно дело они не через забор не полезут я поэтому днем хожу туда вот так вот а от своей к ну к этой где сторожка то она хорошая сторожка там я один за дверь открываешь и там гостиная была не очень там такие эти раскладушки кто приезжает я у них точно проверяю документы они сверху и со всех районов алтайского края и заходят как кто-то конечно недовольность и пьяный ли что-то и я с ним разберусь и на меня жалобы были я нарушаю уставку это собираю собрание у меня тут молятся но все знают что там я не собираю не молятся это все отвалилось все эти обвинения а здесь я целый день из сторожки жили на дороге за складов что видно когда идут я им сразу машу назад пока он не идет и дальше я сразу на замок все ему через ограду не полезешь собаками его разверну и когда бы было там какие-то телефоны разное кто-то украл у них и прибежал начальник через вас проходили огромная воробей не пролетит так они меня там эти которые с глазильного завода скрежетали зубами но отвадил почему это моя работа а начальник надо чтобы охрана в железнодорожье железнодорожье говорю пожарная была мне поставили попутно еще и по пожарному делу на территории нельзя курить а там курить там ничего не зажжешь дерево то нету между начальник идет курит а с ним инженер я догнал остановил ван пантелеич курить нельзя вы мне указывать будете я говорю вы меня инструктировали сказали чтобы никто не курил я выполняю что написано а инженер говорит прав какой же мы пример то даем понимаешь вот везде надо как-то а вон мироненко о оттуда видимо но такие они щаславные как вами без лычки домой не пойдет если лохохол так и этот я захожу а мы ремонтировали каждый год базу секретарша говорит сделайте вторые двери начальник материться там по этим видимо что-то не так вторые двери я пришел замеряю а что это такое я говорю дверь попросили сделать вы материтесь я говорю вся бухгалтерия слышит он ему видно никто никогда не говорил а видно что такой мужик то как он скипятился с матом и я говорю такой стиль руководства компартия уже давно осудила я сегодня на вас пойду жаловаться в управление я бы сказал управление приехал парторг выше рангом меня вызвали видимо он уже переговорил и говорит мы вот тут переговорили конечно это никуда не годится ему говорит если ты в гневе такой ну поезжай на свою дачу там от матерись я говорю вы материтесь а в основном мужские другие члены там и вырастет вас на деревьях это как материтесь слова то ваши воплотятся но материться этого не стал а затаил как же мне его примирить я как-то вижу а у него он валенках идет и валенки растоптаны видно что дырявые я скорее свои беру которые здесь на работе а на работе это специально для сторожей валенки зашел к нему и говорю наденете ван потерять что такое я говорю валенки снимите я их починю пока здесь клиентов немного я сижу в окно смотрю я в этим смягчил я а я все время починяю всем бабушкам то то есть везде вот надо как-то так вот я переплетал а первый лист фарзац называется такой твердый на обложке как открываешь кишку твердый лист а твердой бумаги нету а бланки твердое в одной одной кладовщицы то мне теперь надо как-то книга это клинь это подбить я теперь ей что-то сейчас сейчас не знаю что я книжку дал какую-то или что и она мне целую пачку этих дала я все время переплетал на одной стороне там написано контора снабжения но это неважно то есть я тебя рассказываю не случайно у меня свободы я там начитывал златоуста на работе симфонию на не экономической книги составил никого нету заперто там пурга я печку затопил а топимся от своей печки там не было такое центральное отопление и это было интересно сторожа мне подчиняется меня старшим их поставили в охране и по пожарной безопасности но начальника видит у меня время свободное же инженер ну и говорит завтра первое мая будет так вот надо флажки повесить красные флажки лестника тут есть ну и там сделаны такие трубочки то вверху приваренная я говорю михаил федорович ведь если я прикоснусь прикоснусь к вашим флагам я неделю руки отмывать буду от этой погони а он коммунист его военная речь отнялся когда было против меня его вызвали свидетелем я уже на суде и он говорит вот мы каждый год нанимали ремонтировать базу у лапкина в два раза дешевле было и все краски которые в банках есть он приносил мне обратно но я отдавал назад и могу куда их они все равно засохнут то то есть честность показал но когда я сказал вешать флаги он не утерпел и сказал я говорит неделю руки мыть буду то есть вот я потому что ему рассказывать ты на своей работе и посмотри где добро сделать где слово сказать где как за работу держись время от времени прочитывая инструкцию в камере когда сидишь там инструкция и по инструкции я могу что-то требовать а без инструкции у меня зажмет знаешь как вот и везде тут закон божий а вы буква еды буква убивает ничего не убьет он без буквы там и все передохнем это иисуса новина 18 об этом говорит дабы в точности исполнить а как точности написано суббота значит суббота один субботник работал на вахте не со мной и он субботу подогрев ну зима холодно сибирь где-то пришли братья узнали и запретили а он делал как в пятницу зарядит а в субботу подойдет только спичку чиркнуть и это ему не разрешили вот они как точно исполняют у отца акима в армии вон москве был служил и какой-то был свидетель это адвенция седьмого дня называется его в субботу направляют работать он говорит я не могу работать это день господень исход 20 глава запрещает делать его в карцер на шесть дней выпускают в пятницу а завтра на работу на от нее идет его опять в карцер и он всю службу просидел в карцере ну и пошел домой он еще не нарушал ягод как дурно сколько бы он передел в эти воскресенье две смены буду работать вот глупые начальники то есть но не все конечно вот если бы нормально то смотрели как дать ну можно как-то словирует там сказать я не слышу что-то не слышно тебя голоса нету не слышно а чё ж такое вот тебе на у тебя нормально там ягод